МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вот здесь немножко напоминается то, что было в первой части, очень коротко. О чем мы хотим поговорить? Мы хотим поговорить о том, почему языки этого семейства, C, C++, Objective-C, так важны в программировании. Почему? Опять же, с моей точки зрения. Неплохо было бы познакомиться с этими языками, потому что знакомство с этими языками позволяет понять, то, а как устроены, может быть, работают другие языки. Почему у них особое место? Ну, во-первых, потому что язык C появился давно, процедурный язык, компилируемый. Но самое главное, что язык C позволяет работать на низком уровне, то есть программисты на C отлично представляют, как выполняются их программы. Ну, а раз человек знает, как выполняется его программа, то, наверное, он может более эффективно писать программный код. Кстати, еще одна особенность этого. Почему про язык C и это семейство следует знать? Потому что на языке C пишутся очень многие компиляторы. Это практически компиляторы всех языков, написанные на C. И даже если в C, там, в C++ нет некоторых средств, которые есть в другом языке, но если компилятор написан на C, то, значит, можно понять, как это сделано. Ну, хотя бы пример вам представить, почему это сделано, почему, скажем, этого нет в C или то же самое в C++. Тут сразу становится вопрос эффективности и так далее. C++ язык, надстройка над языком C. Это язык для поддержки многих практиков программирования, объектно-ориентированный, обобщенный, процедурный, метод программирования. Тоже компилируемый язык, тоже довольно давний, 83-й год. Фактически это язык C, но вот с такими вот добавлениями. Классы для того, чтобы можно было программировать в объектном стиле. Шаблоны, чтобы поддерживать параметрическое или обобщенное программирование. Пространство имен для того, чтобы, поскольку это язык системного программирования, для написания больших программных систем в том числе, то вот для крупномасштабных модульных приложений как раз введены пространства имен. Обработка исключений, которые сейчас есть во всех языках программирования, но здесь тоже принадлежит особой роль, мы еще об этом немножко скажем. Ну и кроме того, стандартный библиотек языка C, это тоже особая библиотека, которая предназначена для облегчения работы программиста, и главная ее особенность, по сравнению с другими библиотеками, библиотеками, гарантированная производительность. Вот такова философия языка C++. Посмотрите, универсальный язык, статические типы данных, эффективность и переносимость языка C, вот такая цель перед ним ставилась. Поддерживает разные стили программирования. Вот стандарт 11-го года добавил поддержку еще и в том числе функционального программирования. Но обратите внимание, вот на эту особенность. Изык C++ позволяет сделать программисту практически все, и самая главная трудность здесь для программиста выбрать, а что же ему в данном кабинетном случае лучше сделать. Ну, скажем, в отличие от такого языка, как Python, у которого говорится, что должен быть только один, и желательно только один путь сделать это. Но здесь у нас путей сделать это много. Главная проблема – проблема выбора. Ну и, конечно, требование эффективности. Не платить за то, что не используется. Если в языке есть средства, которые тратят много ресурсов, или заметное количество ресурсов, а программист его не использует, то он своим программным кодом не расплачивается за это. Objective C. Почему этот язык интересен? Это некая альтернатива, тоже альтернативная надстройка над языком C для поддержки разных парадигм программирования, но в отличие от C++, который нацелен на статическую компиляцию, то есть на проверку типов во время компиляции, и это гарантирует, что не получится так, что объект получит сообщение, если он не может его принять. Это проверяется на стадии компиляции. То есть максимум проблем откладывается на стадии компиляции. Здесь другая крайность. Динамичность решения, которое в C++ принимается на стадии компиляции, здесь, как правило, переносится на стадию исполнения. То есть в процессе выполнения решается, а может ли объект реагировать на такое сообщение, и что он может сделать, если он не может его обработать. Кстати, еще одна особенность этого языка, в отличие от других объектов языков, C++, Java, C-Sharp и так далее, те языки, как говорят, function-oriented, в них вызов метода, это, в принципе, вызов функции синтаксически. А вот в Objective-C, так же, как и в его предке Smalltalk, классическая отправка сообщений, и только потом уже динамически разбирается, какой же код должен быть пополняться в ответ на это сообщение. Ну вот, эта картинка тоже была в первой части. Просто сейчас накратко напоминаю, что действительно эти языки, C, Objective-C и C++, являются прародителем, как вы видите, большого множества современных языков, которые взяли многое из них, но и тут, как вы видите, есть много перекрестного опыления, идеи между другими языками. Итак, еще раз, моя точка зрения. Эти языки C-семейства, поскольку, с одной стороны, если вы в них серьезно разбираете, хотите разобраться, вы будете и должны будете понимать, как реально работает тот или иной программный код, его сильные славы места. Ну, и поэтому программист в этом случае в значительной мере работает как бы с белым ящиком. Он знает, как работает код, а значит, может писать более эффективный код. Серый ящик, условно можно так назвать. Я точно не знаю, как реализовано, но предполагаю, что это реализовано может быть вот так вот. А тогда я от этого знания тоже могу получить определенную прибыль. Ну, есть программисты, особенно начинающие, которые работают с языком, с компьютером, как с черным ящиком. Заучил некоторые конструкции языка, пишет их в счастливом неведении, как же оно на самом деле работает. А потом удивляется, почему программа такая получилась большая, требует много памяти, медленно работает, падает время от времени. Ну, потому что язык языком, а реальное исполнение – это реальное исполнение. Ну вот, на прошлом, в первой части этой лекции мы говорили о низкоуровневых возможностях языков, сегодня поговорим о высокоуровневых. У нас будет две основополагающих темы, две идеи. Управление памятью или временем жизни объектов и обработки исключений, а также взаимосвязи этих двух компаний. В языках программирования высокого уровня, выше, чем ассемблер, как говорилось, опять же, на первом занятии, в первой части, большим прорывом в облегчении программирования и передачи трудоемких и неприятных действий, которые могут быть подвержены ошибкам, передать это языку, это вот было введение типов данных. Типы данных определяют и сколько памяти нужно выделять, и что можно делать со значением, находясь на этой памяти, как они могут или не могут преобразовываться в друг друга, совокупность преобразования и правила приведения типов. Ну и, как опять же говорилось на первой части, переменные, важное понятие в современных языках программирования, фактически это сочетание имя и тип, тип значений, а имя, имя переменной. В языках высокого уровня это посредник между программой и железом. Можно писать, попросить выделить место под перемену определенного типа и уже не думать, где, как она будет храниться и как она будет обрабатываться. С одной стороны, есть ли относиться как к черному ящику. С другой стороны, встроенные типы данных в разных языках тоже бывают разные. В таких языках, как в сессии плюс плюс, встроенные типы данных могут располагаться в разных областях памяти, они могут располагаться статически, динамически. В других языках встроенных типов данных нет, все данные являются объектами, но отсюда возникает свои проблемы с использованием таких данных. Поэтому в разных языках программирования бывает разная типизация. Бывает статическая, еще раз подчеркну, статическая типизация, это значит, что типы данных, вызовы функций в соответствии с типами, проверяются на стадии компиляции. Идея этого подхода следующая. Максимум возможных проблем, которые могут возникнуть при выполнении программного кода в реальности, надо попытаться следить и выявить на этапе компиляции, чтобы меньше проблем потом приходилось мучительно ночами с отладчиком отыскивать в программном коде. Динамическая типизация, если в статической типизации переменная получает определенный тип и уже не может изменить его значение в процессе своей жизни, в динамической типизации, посмотрите, вот, например, переменная может получать одно и то же разное значение, например, числовое или символное, скажем, это допускается в питоне, это допускается в джаваскрипте, но, опять же, тут тоже есть свои проблемы. А если написан вот такой код, то понятно, что делать. К числу прибавить число, а что такое вот этот код? Кстати, как интересно заметить, скажем, в питоне в этом случае возбуждается исключение программы падает, а джаваскрипт это обрабатывает, она преобразуется из двойку в строку и сцепляет эти строки. С одной стороны удобно, а с другой стороны хотели бы мы складывать числа со строками? В динамической типизации вот такие вопросы возникают. Типизация бывает явная, когда вот, как в языке СИ, мы явно указываем тип переменной. Типизация бывает неявная, когда просто указывают что-то переменное или даже не указывается, но ее тип определяется неявно при свойном значении. Типизация бывает сильная и слабая, то есть когда допускаются взаимодействия разных типов между собой, существует между ними преобразование. И бывает жесткое, когда количество таких возможных преобразований резко ограничено. Ну вот этот код, написанный на разных языках, в реальности теперь позволяет нам не заглядывать в черный ящик, где как-то, в каком-то формате на самом деле находятся значения. Мы пишем код и он вроде бы работает, но если задуматься над вопросом, задаться вопросом, а как же вот такой код или такой код может работать, если тип переменной может быть разным, ведь разные типы данных обрабатываются по-разному. Одни, как говорилось, опять же в первой части, обрабатываются в центральном процессоре, другие в математическом сопроцессоре. Строки обрабатываются не так, как числа, изображения не так, как строки и так далее. То вот можно себе представить, пофантазировать и попытаться понять, что действительно, как это будет работать. Ну вот парсер или инструмент для анализа вот таких вот выражений программный код, программа называется парсер, которая разбирает выражения и строит схему их вычисления. Так вот, в этом случае, если типы динамические могут меняться, обратите внимание, будет выглядеть примерно вот так, можно себе предположить. Если тип переменной в данный момент int, то нужно делать вот здесь вот суммирование чисел. Если тип флот, нужно вычисления делать математическим сопроцессором с преобразованиями. Если это тип строковый, то нужно выполнять конкатенацию и так по всем возможным значениям типов. Эта разборка кода в языке статическом или динамическом должна быть выполнена. А очень часто вот динамические депутации именно в динамических языках, когда все определяется в момент работы. Но тогда задаемся себе вопросом. Хорошо, а кто этот код написал? Программист? Нет. А кто? Значит, среда исполнения, язык, поддержка. Мы пишем одну строчку, а эта строчка порождает выполнение вот стольких строк кода. Потом спрашиваем, почему программа медленно работает. Да потому, что приходится каждый раз разбираться, каждый раз разбираться, с чем мы имеем дело. В отличие, скажем, вот из языков со статической типизации, где сказали, что а это ин, значит всегда ин. Можно на эту тему больше не думать. Но самое главное, что встроенные типы языки программирования, в одних языках они их больше, в других меньше. Для них определены размеры, правила преобразования, набор операций, то есть все, что с ними можно делать, реализовано в языке. Из этих их семантика и смысл использования определен языком. Из этих типов данных программист может строить большие размеры агрегата данных. Массивы, списки, кортежи. Ну, вот так в языке C делается массив. Вот так вот в языке Objective C делается массив, но обрезать противования, если он здесь статические, то здесь с динамическими типами данных, то строка, то объект, но числовой. В языке Python мы строим списки, кортежи, вот пример структуры, набор данных разных типов, собранных вместе, например, в языке C++. Словари или отображения, когда по ключу сопоставлено какое-то значение, опять же, эти значения могут быть одинакового типа или разных типов, это уже зависит от языка. Множество, но еще раз, как правило, все вот эти вот агрегаты строятся для того, чтобы одновременно хранить вместе и обрабатывать, но опять же, по встроенным в язык правилам наборы тех или иных данных, однотипных или разнотипных, то по правилам, предназначенным для типов. А нас сейчас будет интересовать другая вещь, более сложная, ну вот тут же опять возникает вопрос, как вот для такого массива, в котором могут быть разные типы данных храниться, как сложить, вычлить сумму итого и житого элемента. И опять мы представляем, что вот такой вот код в этом случае порождается. Конечно, динамические изменения типа данных это бывает удобно, когда в одном том же массиве, допустим, списке вы можете хранить данные разных типов и работать с ними, но с другой стороны надо понимать, а что лежит под ковром. А под ковром вот такой вот код. Каждый раз, когда вы пытаетесь сделать что-то вот такое. Но нас сейчас вам интересует совокупность данных, структур данных и функций. Это классы. А вот насчет классов уже вот здесь семантику, смысл использования этих данных определяет программист. Не язык, а программист. Это вот новый, кстати, уровень работы с данными. Программист уже определяет смысл, способы, правила использования этих новых данных, данных новых типов. Класс представляет механизм инкапсуляции, то есть сокрытие, объединение вместе данных и того кода, который предназначен для их работы. Класс управляет правами доступа. Ну, наверное, многие из вас знают, что есть открытые компоненты класса, доступные из любого кода, закрытые, которыми может пользоваться собственный код, защищенные, которыми могут пользоваться классы потомки. Бывают и другие типы, когда эти данные являются как бы общими, но не для любого кода, а только для определенного там, скажем, пакета, агрегата, составленного из кода. класс описывает совокупность объектов. Все объекты имеют одинаковое поведение. Под этим термином в объект ориентивном программировании понимается набор тех действий, которые могут выполняться объектом или выполняться над объектом. Другим словами это тот код, который предназначен для работы с содержимым объектов. Класс определяет, какие у каждого объекта наборы его атрибутов. Конечно, конкретные значения атрибутов у разных объектов могут и обычно отличаются, а вот состав, набор, количество, типы этих атрибутов, они, как правило, в языках фиксированы, хотя и тут бывают исключения. Ну и семантика, смысл, а что можно делать с этими объектами, что умеют делать объекты, как они могут взаимодействовать, как надо наладить между ними взаимодействием. Такими средствами это достигается. Это как раз семантика, смысл использования. Объект, когда должен выполнить некоторое действие, он обращается к классу для того, чтобы узнать, а какой код надо выполнить в ответ на те или иные приложенные к нему воздействия. Как это выглядит в программном коде? Скажем, вот так. В языке C++ объявляется некоторый класс, класс POSEN. В нем есть закрытые, как мы говорим, управление правами доступа, закрытые компоненты. Это описание говорит о том, что в каждом объекте типа POSEN будут вот эти данные. Две строки и целые значения. А здесь причисляется код, набор функций членов класса или методов, как еще говорят, которые могут работать с этими данными. Правит значит никому кроме своих, ну кому своих. Вот, например, своей функции FullName. Нетрудно догадаться по названию, что она из FirstName и LastName должна составить полное имя. Ну и также программист разрабатывает другие методы, которые предназначены для манипуляции с объектами вот этого класса. Ну, аналогичные похожие описания, ну скажем, языки Objective C выглядят чуть иначе, но смысл в общем-то тот же самый. Здесь описание класса начинается со слова класс, здесь со слова интерфейс. Название класса в чем есть отличие? В языке C++ класс не обязан и очень часто не имеют какого-то общего наследника. Хотя в большинстве современных языков объектных, в том числе и в Objective C, хотя это и давний язык, есть некоторые один или иногда несколько таких универсальных общих объектов, от которых порождаются все остальные. Ну, вот здесь в этом случае класс Пёсан наследник или наследует классу NSObject, он порождается от этого класса. Ну, а здесь перечислено, что вот есть у него числовое значение, есть у него свойства, это строковое значение, first name last name, ну, а свойства как раз позволяет считывать и изменять эти значения. Ну, и другие методы, то есть описание в целом, даже если синтактически отличается, то семантически по смыслу их назначение какое-то сказать объекты этого класса. как будут устроены, то есть сколько каких у них будет атрибутов, каких они будут типов и как будут использовать эти объекты. А используются они посредством разработанного кода. То есть методов функций членов данных терминов на эту тему много, смысл один. Объекты. когда мы программируем мы имеем дело в общем-то не с классами, а с объектами. Класс это понятие. Но с понятием вообще невозможно работать, как невозможно сесть на стул вообще, можно сесть только на конкретный стул. Точно так же и нельзя работать с понятием классом вообще, как, например, с целым числом или с понятием человек вообще, можно работать с конкретными объектами, с конкретными значениями атрибути. Вася Пупкин 22 лет. Это конкретный объект, и с ним можно работать. Поэтому и говорится, что объекты это экземпляры класса. Вот Алан Кей, автор языка Smalltalk, а Smalltalk это чистый объектный язык, который был создан для изучения возможности объектно-ориентированного программирования. Так вот он дал такую характеристику, что объект это маленькие компьютеры, которые сами решают свои задачи и обмениваются между собой для того, чтобы совместно решить общую задачу. Но идея такова. Объектный подход это тоже еще один из способов в сравнении с другими подходами не лучше или не хуже. Для одних задач лучше, для других хуже. Способ разбиения большой сложной задачи на меньшей части. И вот Алан Кей говорит, что может довести эту идею до предельного конца. Мы разбиваем большую задачу на меньшей части, чтобы можно было с ними справиться в нашем компьютере. Давайте считать, что каждая эта часть выполняется в собственном маленьком компьютере. Вот будем представить себе объекты маленьких компьютеров. Но компьютеры должны решать свои задачи, каждый свою самостоятельную и обмениваться результатами, чтобы совместно решить общую. Поэтому вот такое мышление в объектно ориентированном решении задачи. Между прочим, с точки зрения взаимодействия, объект находится в клиент-серверных отношениях. Что это значит? Одни объекты предоставляют услуги, они можно назвать серверы услуг, а другие объекты клиенты потребляют эти услуги, запрашивают их выполнение. Ну, например, вот язык, я возьму еще раз язык C++. В классе Gritter определен метод или функция приветствия, которая создает приветствие вот для другого объекта, песен, который в данном случае передается как параметр этого метода, параметр этого сообщения. Код выглядит вот так. А как он выполняется? А выполняется он можно представить вот таким вот образом. Есть у нас объект Gritter приветствователь. этот объект является представителем, экземпляром класса Gritter. Кстати, в языке C, да и, кстати, в других языках я часто задавал вопрос, а что такое объект? Как вы себе представляете, объект хранится в памяти? Очень часто высказывалось следующее заблуждение, что объект это данные вместе с кодом. Так вот это не так. Объект это просто область памяти подходящим образом инициализированной данными. А вот код как раз, который должен с этими данными работать, он как раз является принадлежностью класса. Объект не хранится вместе с кодом, объект хранит данные. А вот что делать с этими данными? Вот за этим, как и говорилось, объект обращается к классу. Как это происходит? Вот объект этого класса. Вот второй объект класса песен. Классы описывают из чего состоят объекты и какие действия они могут выполнять. Вот предположим объекту гриттер приветствователю приходит сообщение. С точки зрения синтаксической вызывается вот этот метод гритинг для этого объекта. Как говорят код метода выполняется внутри объекта, над содержимым объекта. Так как это язык C++, а это язык со статической депизацией, то у нас с вами физически во время работы программы вот это понятие класс нет. Понятие класса существует на стадии компиляции и на стадии компиляции компилятор проверяет а есть ли в классе которому принадлежит этот объект соответствующий метод. И если есть, то тогда порождается код вызывающий этот метод. А что делает этот метод? А этот метод для своей работы должен будет обратиться к другому объекту, пёсом для того, чтобы получить от него фуллнэйм. То есть отсюда объекту пёсом посылается еще одно сообщение фуллнэйм. А так как это снова объект а язык C++, то законность этого вызова, как говорят, законность отправки этого сообщения проверяется компилятором на стадии компиляции. Есть ли в классе, которому относят объекту соответствующий метод? Если есть, генерируется код вызова этого метода. В результате вот этот код может отработать, потому что объект P, в данном случае пёсом, предоставил ему услугу. Вот сервер услугу предоставил услугу предоставить полное имя объекта. В Objective-C, скажем, подобный код выглядел бы вот так. реализация в классе Gritter, вот метода Gritting, кода Gritting. Тоже с параметром, параметр пёсом. И здесь точно так же для того, чтобы вывести сообщение, кого приветствовать, ну вот такой здесь синтаксис в Objective-C, он другой. Вот это синтаксис отправки сообщения объекту P посылается сообщение FullName. Ну и точно так же это выглядит как бы на картинке, только разница состоит в том, что Objective-C, как и в большинстве современных других объектных языков, классы часто являются тоже объектами, которые физически присутствуют в памяти во время работы программы. И тогда уже не статически при компиляции, а динамически в процессе работы программы проверяется законность, а может ли объект Gritter обработать такое сообщение, что в ответ он должен сделать. Объект обращается к классу и узнает, что надо вызвать метод Gritting. Объект должен вызвать метод Gritting. Этому объекту для работы требуется получить информацию от другого объекта от Песа. Вот отправляется сообщение FullName и снова динамически проверяется, а есть ли в классе, к которому относится этот объект соответствующий код, точнее, какой код должен вызываться в ответ на это сообщение. Результаты получает объект Gritting для того, чтобы закончить свою работу. Но снова от объекта Песа, но он получил услугу формирования полного имени. И вот вся проблема состоит в том, где эти объекты берутся, как они существуют, как они между собой соотносятся, живут ли они параллельно жизнью, как вот здесь нарисовано. Или один объект содержит другой внутри себя. Или порождает другой объект на время или для того, чтобы получить услугу. Или на все время, пока живет сам. Вот такие сложные взаимодействия между объектами и являются сутью объектно-ориентированного программирования. Ну, чтобы просто дальше говорить едиными терминами, давайте вспомним некоторое определение. Сообщение. Действие, которое может выполнить объект. Ну, вот в нашем случае, на предыдущем слайде, это было, например, сообщение full name. Сообщите ваше полное имя. Или там создайте приветствие с greeting. Но в одном случае это было с параметром. Значит, приветствие для кого? объект гриттер сам создавал приветствие, но вот для кого? Это был его параметр, параметр этого сообщения. Ну, а метод это тот код, который выполняется объектом в ответ на сообщение. Метод либо статический, как говорят языков, либо динамический в процессе работы определяется, какие же действия должны быть выполнены объектом в ответ на сообщение. для этого как раз и существует класс. Свойства параметры состояния атрибута, который, как правило, может быть прочитан или установлен, в том числе извне объекта. В ряде языков свойства поддерживают напрямую и программисты, которые их пользуют, даже не знают, что это такое. В других языках они знают и предполагают, что если мы написали свойство, то для него автоматически языком, компилятором или индикатором создаются методы get и set для чтения и установки этого свойства. В ряде языков, как, например, все, такового понятия в языке как свойства нет, и поэтому такое понятие в этом языке реализуется тройкой триады, а именно само данное значение свойства и два метода чтения и установки. Вот в совокупности такая тройка как раз является понятием свойства других языков. Ну, интерфейс класса совокупности у открытых методов и свойств, то есть то, что с этим объектом могут делать другие объекты других классов. Наследование важная черта объектно-ориентированного подхода. Передача данных и методов одного класса к другому. Это повторное использование кода. Помните, в примере с Objective-C говорилось, что класс пёсом наследует класс NSObject и оказывается это наследование предоставляет множество возможностей готовых этому классу, который уже программист не должен разрабатывать, начиная от того, что объект умеет представиться, кто он такой, метод description заканчивая методами инициализации по умолчанию, заканчивая, имея возможность выполнять интроспекцию, то есть узнавать, что можно делать и что нельзя делать, какие методы поддерживаются или не поддерживаются тем или другим объектом и так далее, и так далее. Ну, а если каждый объект должен знать свой класс в процессе динамически, динамического анализа, в процессе выполнения кода, то, наверное, понятно, что так просто это не бывает, значит, в каждом объекте, раз класс это тоже объект другого типа, должна быть ссылка у каждого объекта на свой класс. Ну, отсюда сразу следует, что для поддержки вот такого динамического распознавания или, как говорят, интроспекции, а какими свойствами методами обладает этот класс, а кому он наследует, а какие интерфейсы он поддерживает, это все методы опроса интроспекции, часто называются, для этого требуется и память, и время, это опять лишний код, лишняя память. Кстати, для того, чтобы построить правильно наследование, это, оказывается, не так просто в объектах языка, это изучается, класс наследник может только добавлять классу предку что-то новое, например, новые атрибуты, новые свойства, новые методы, но не может чего-то отменить. Как говорят, класс потомок не может делать меньше, чем обещал предок. Тогда такое наследование правильно, оно соответствует принципу подстановки Барбара Лисков. Такой код корректно работает, корректно сопровождается и так далее. Очень часто пишут некорректный код корявый, который тоже работает в определенных пределах, в определенном диапазоне. Ну, например, прямоугольник и квадрат. Можно ли сказать, что один это под вид другого, что квадрат это прямоугольник, но с равными сторонами, или прямоугольник это квадрат, но с разными сторонами. Ни то, ни другое вроде бы отношение подобия, говорят, как наследовый класс выражает отношение подобия, оно оказывается не соответствует правильному построению наследования в объектных языках. Еще раз, правильное отношение наследования выражает обобщение и специализацию. Чем выше по иерархии наследования находится класс, тем более общее свойство понятия он отображает, чем ниже, тем более конкретные, более детальные. для того, что наверху часто находятся абстрактные классы объектов, которых не могут существовать, но класс описывает, а какое у всех объектов потомков должно быть поведение, какой интерфейс, какие действия они должны уметь выполнять. Ну и наконец, полиморфизм. Класс наследник может переопределить унаследованный код, унаследованное поведение. Зачем это может быть нужно, но это же потом он же чем-то отличается от предков, у него могут быть новые свойства, новые значения, новое поведение. В связи с этим может потребоваться и переопределение унаследованного кода. полиморфизм позволяет писать единообразные действия с объектами вообще-то говоря, разных типов, без знания о том, какого конкретно он типа, как он там внутри устроен, если эти объекты, о которых мы говорим, имеют одинаковый интерфейс. Как правило, этот интерфейс они получают в наследство от предков. Но реализуют, может быть, своими собственными способами. Ну, например, вот класс сотрудник. Ну, сотрудник это прежде всего человек, поэтому все, что касается вот свойства человека как сотрудника, ну, в частности там фамилия, имя, возраст, полными и так далее наследуется от класса сотрудник и добавляется туда метод начисления зарплаты. Но в данном случае мы говорим о языке C++ и мы видим здесь, что, во-первых, это метод виртуальный, а во-вторых, что это чистая функция, не имеющая в этом классе, в классе сотрудник реализации. Просто объявление, что у всех сотрудников это объявление говорит о том, что у всех потомков сотрудников, класса сотрудников должны быть реализован метод начисления зарплаты. А сам класс в этом случае является другими языками, точнее так, терминами других языков, это абстрактный базовый класс или интерфейсный класс, его задача навязать, сообщить, рассказать, описать, какие действия должны уметь выполнять все потомки. Ну, кстати, класс является абстрактным в том смысле, что запрещается создавать объекты вот этого класса сотрудник, но не бывает сотрудников вообще, бывают конкретные сотрудники. Например, менеджер, это сотрудник, подвид сотрудника. И вот здесь уже реализуется вполне конкретный метод унаследованных, но вполне конкретный код. Рабочий тоже сотрудник, но со своим способом, со своим методом начисления зарплаты. Но главное, что общий базовый класс определяет общий интерфейс. И менеджеры, и рабочим должна начисляться зарплата. Каждому по своим правилам, каждого подтипа по своим правилам, но должна. И тогда вот такой код общего характера, напечатать зарплатную ведомость, получив список сотрудников, перебирает его от начала и до конца по очереди, и для каждого сотрудника вызывает методы, или, как говорят, отправляет сообщение. скажи мне, как тебя зовут, ваше ФИО, что называется, и какова зарплата у тебя в этом месяце, для того, чтобы напечатать ее в ведомости. Дело в том, что, еще раз подчеркиваю, объекты интеллектуальные исполнители, они сами знают, как им начисляется зарплата. Если объект является сотрудником, ему начисляется зарплата вот по этим правилам, если менеджером вот по этим правилам. И заметьте, в этом общем коде нам уже не нужно разбираться, с каким конкретно сотрудником мы сейчас взаимодействуем. Мы каждого из них спрашиваем совершенно одинаково, хотя работает этот код для разных типов по-разному. Как это выглядит? Ну, примерно вот так. Вот это иерархия наших классов. Песом с такими все объекты типа Песом имеют вот такие данные и вот такой метод. Сотрудник это подвид человека, тот, который работает и за это получает зарплату. Но это чисто виртуальная функция, поэтому это абстрактный базовый класс, описывающий всех сотрудников вообще, но никого конкретно. Но зато у всех сотрудников есть зарплата, и вот конкретные подвид сотрудников, менеджеры, работники, они имеют собственно экземпляры для этого кода. А это конкретные объекты, с которыми на самом деле мы имеем отношение. В памяти физически находятся в процессе работы программы вот эти вот зелененькие объекты, пес сэнпиосы. Но один из них менеджер, другой лоркер. Как же работает вот этот код, код связанный с наследованием и динамическим полиморфизмом? Ну вот берется очередной из списка сотрудник, в данном случае это указатель, так и располагается в динамической памяти, и отправляется сотруднику вообще сообщение, ваше фио, ваш фуллнейм, сообщение отправляется объекту типа сотрудник. Так как это сотрудник, объект типа сотрудник, то проверяется, а есть ли в классе сотрудник соответствующий метод, может ли класс сотрудник вообще отвечать на такое сообщение, оказывается нет, нет здесь такого метода, но в то же время есть у класса сотрудник базовый класс, класс предок песен, в котором подобный метод определен, а значит он унаследован классом сотрудника, поэтому сотруднику можно отправлять сообщение или вызывать метод фуллнейм, это вполне законная вещь, потому что сотрудник является человеком, каждый человек имеет фуллнейм, ну и результат поступает вот сюда, значит вот так вот отрабатывает вот этот код, объекту E, типа сотрудник отправляется сообщение фуллнейм, здесь полиморфизма нет, здесь исключительно повторное использование кода, полиморфизм проявляется тогда, когда вызывается виртуальный метод, вот следующий код объекту E сотруднику вообще отправляется сообщение начислить зарплату, вот здесь в зависимости от того, кем является сотрудник, каким подтипом, результат получается разный, посмотрите, вначале проверяется в классе сотрудник, ведь это сотрудник, к нему обращается как сотрудник, есть такой метод, есть, но он виртуальный, поэтому исполнение этого кода, тем более, что физический код в классе employee отсутствует, в классе сотрудник, выполнение кода переадресуется вот этому методу, и результат вот здесь получается, но уже видите, не вверх, а вниз по иерархии, виртуальный метод отправляет вниз по иерархии в зависимости от разновидности объектов, которые прячутся за общим интерфейсом, а вот если этот сотрудник реально являлся все-таки работником, то тогда в силу того, что метод full name не является виртуальным, значит, эта схема работает точно так же, как предыдущая, а вот с расчетом зарплаты выглядит вот так, раз этот метод виртуальный, он автоматически переадресуется вот сюда, и отсюда получается, как начисляется зарплата этому сотруднику, то есть, если сотрудник реально оказывается менеджером по одному коду, если работником другой код работает, по другим формулам начинается зарплата, а самое главное обратите внимание, что программист этих, этого анализа не делает, это все остается языку, это все проделывает язык. так вот получается, что объектные программы, это программы, которые содержат в общем случае большое количество, десятки, сотни, бывают тысячи объектов, которые расположены в памяти, которые вызывают друг друга обмениваясь сообщениями, или вызывают код друг друга, взаимодействуют, и все это должно как-то работать, для всех них должно хватить память, они должны найти друг друга, они должны знать друг о друге. В связи с этим возникает вопрос, раз объекты хранятся в памяти, а память это ограниченный ресурс, то где, как можно управлять этим ресурсом, расходованием этого ресурса, то есть как управляется временем в жизни объектов. Поскольку мы говорили, что язык C++ универсальный язык, в котором реализовано множество различных, программист представляется множество различных возможностей, и он должен выбрать, как лучше поступить, то вот с точки зрения хранения объектов язык C++ богат. В нем есть область константных данных, где хранят константы, стэк, область автоматически создаваемых, уничтожаемых данных, свободно динамическая память, в которой можно размещать объекты при помощи New и Delete. Кугуча, доставшая в наследство от C, тоже динамическая память, но в ней место выделяется другими способами, доставшая в наследство от C++, там, функции молок и колок. Глобальная эстетическая область памяти, это тоже область памяти, в которой объекты могут размещаться, где они автоматически удаляются после окончания работы программы. Вот, и программист как раз должен решить, какие объекты, где и как он должен будет размещать в процессе работы своей программы. Сами механизмы управления памятью в языке C++ можно разделить на автоматическое и ручное управление. Автоматическое управление поддерживает для так называемых автоматических объектов, для которых при конструировании объекта, скажем, захватывается память или какой-то ресурс, а вот в деструкторе специальном методе класса, который обязательно вызывается перед окончательным уничтожением объекта, этот ресурс, например, память, захваченная для работы этим объектом, будет освобождаться. Вот эта пара конструктора-деструктора в языке C++ работает дружно, нельзя обойти вызов деструктора, поэтому это то место, где происходит зачистка объекта от тех, в общем случае, системных ресурсов, которыми он владел, ну, как правило, получая их в конструкторе, а освободить должен в деструкторе. и если для объекта был успешно вызван конструктор, то есть был сконструирован объект, то соответствующего класса памяти это объект на стеке, это объект в глобальной статической области данных, то для него гарантированно будет вызван деструктор. Так что здесь полный автоматизм. Есть ручное управление размещением объектов в памяти и соответственных освобождением это при помощи нью и дилет. Таким образом язык C++ поддерживает как создание объектов с семантикой значений, так и с семантикой ссылок. Как это понимать? Семантика значений это значит объекты создаются ну вот в данном случае внутри блока это значит у них те кто знает язык у них автоматический класс памяти значит они создаются на программном стеке. Вот например создан объект P на стеке. Вот здесь объект создается динамически динамической памяти а на стеке мы имеем ссылку на этот объект в виде указателя на стеке хранится указатель посредник можно сказать в какой-то мере прокси этого объекта реального объекта который располагается в динамической памяти и фактически он хранит ссылку на него называется семантика ссылок. Что происходит если объект копируется? При семантике значений происходит физическое копирование этого объекта создается второй экземпляр этого объекта это семантика значений если используется объект с семантикой ссылки то вот при таком копировании копируется лишь ссылка а объект остается в единственном экземпляре вот в языке C++ мы можем выбирать используемый объект с семантикой значений или используемый объект с семантикой ссылок в большинстве других нынешних объектных языках там используется исключительно для объектов семантика ссылок но здесь возникают с одной стороны при физическом копировании это действительно лишняя память занимается здесь объект в единственном экземпляре хранится указатель значительно меньше объем занимает чем сам объект с другой стороны здесь происходит автоматическое управление созданием объектов и освобождением памяти заканчивается блок где определялся соответствующий объект и этот объект физически со стека удаляется ну с предварительным вызовом диструктора для очистки вот в начале удалилась ссылка последняя создана это стек а стек помните дисциплина обслуживания лифо last in first out последний попавший на стек первым с него удаляется поэтому первым удалилась вот эта ссылка затем вот этот объект это закончится блок дальше какие-то продолжения и когда заканчивается блок со стека удаляется последние оставшиеся объекты удаляется вот этот и удаляется вот этот спрашивается а что же происходит вот с этим объектом на который были ссылки так как он находится в динамическом памяти а не на стек он, конечно, автоматически не освобождается и происходит так называемая утечка. В данном случае утечка памяти. Объект считается занятым, память считается занятым до тех пор, пока... Ну, кстати, освободить его уже невозможно, потому что ссылка на него, его адрес неизвестен. В данном случае в языке C++. В чем причина? Причина в том, что вот здесь забыли вручную удалить этот объект. Не вызвали метод делить. Ну, в данном случае-то все выглядит достаточно просто. Правило таково, тот, кто сказал new, должен сказать и делит. Объекты, созданные как значение, уничтожаются автоматически сами. Компилятор об этом заботится, язык об этом заботится. Но если программист взялся вручную руководить созданием объекта динамической памяти, то он вручную отвечает за их удаление. В данном-то случае в простом все хорошо. Можно просто забывчивость. Но так бывает далеко не всегда. Например, вот вызывается некоторая функция, которая внутри себя создает новый динамический объект, что-то там с ним делает, и возвращает на него указатель, ссылку в другой код. Этот код закончился. Нью здесь сказано, но дилит здесь говорить нельзя, потому что объект, который создан, должен работать вот в этом коде. Этот код работу закончил, а здесь с этим объектом собирается работать. Поэтому дилит должно быть сказано где-то в другом месте. Может быть, в конце вот этого блока. А если это функция, которая его дальше возвращает, то ссылка может уйти еще дальше, еще дальше, и возникает вопрос, а как гарантировать, что когда-то случится вызов дилит, или не случится, тогда будет утечка. Ну, такую проблему обычно решают при помощи подсчета ссылок. То есть вместе с каждым объектом тайно хранится счетчик ссылок на него. Вот создали объект, на него хранится ссылка, счетчик равен единице. Создается копия ссылки, счетчик возрастает до двух. Закончилось время жизни этого объекта, он уничтожается, счетчик уменьшается до единицы. Когда счетчик упадет до нуля, это значит, что на данный объект нет в программе ни одной ссылки. Ну, а кто его освободит? Ну, тут уже есть в разных языках разные схемы удаления вот таких вот объектов. Кстати, подобную схему можно реализовать и в C++, но посредством так называемых интеллектуальных указателей целых семейства. Вот новый стандарт 2011 года добавил стандартную библиотеку для того, чтобы обеспечить более надежную работу из динамически создаваемой объекта. Итак, таковы механизмы управления памятью в C++. Как я сказал, динамические, простите, семантика значений для объектов в большинстве других, если не во всех языках, в подавляющем большинстве не поддерживается, то есть в этих языках объекты создаются только динамически, то есть используется семантика ссылок. С одной стороны, как мы видели, это позволяет как бы экономить память, а с другой стороны, надо разбираться, когда же можно освободить память, что если на объект уже нет ссылок. Другой модель использует Objective-C. У него есть, точнее, было исторически, и до сих пор существует возможность срочного управления, ну вот сообщение Retain, удержать объект в памяти, то есть увеличить счетчик его ссылок, релиз, уменьшить счетчик на единицу. Если счетчик станет равен нулю, то тогда то тогда объект сразу освобождает память. Ну так сделано всегда исполнение в языке Objective-C. Ручное управление чревато ошибками, и программисты очень долго с этим боролись, набивая себе шишки. Потом было разработано, точнее, реализовано механизм сборки мусора. Ну так, как это есть в современных объектных языках. Сборщик мусора – это параллельный процесс, который протекает параллельно с основным программным кодом, то есть время от времени специальный программный код мусорщик просматривает динамическую память, и отыскивает там объекты, у которых нулевой счетчик ссылок. Ну тогда эта память освобождается, объекты физически освобождают память, и памяти становится больше для того, чтобы его можно было выделять под новые объекты. Но с такой вещью, как сборщик мусора, есть здесь, конечно, свои плюсы, есть здесь свои минусы. Минус первый. Мы не знаем точно времени, когда же умерший объект таки физически освободит память. Потому что когда, в какой момент сборщик мусора будет это проверять, и дойдет до него, и освободит, это определяется, как правило, не нами, это определяется стратегией сборки мусора. Сборка мусора порождает еще и другие вещи. Мы сказали, что объекты взаимодействуют с другими объектами, и это взаимодействие может быть построено на разных знаниях, удержаниях, владениях объектами. Как я говорил, объекты могут существовать параллельно, как бы независимо друг от друга, обмениваться сообщениями. Тогда что делать, если один объект умер, а другой посылает ему сообщение. Ну, а здесь в этом случае, скажем, интерспекция используется. Например. Либо какие-то другие механизмы. Объекты, как мы видели, другие объекты, ссылки на них могут передаваться как аргументы. Объекты могут создавать внутри своего кода другие объекты, использовать их и потом уничтожать. Они могут владеть этими объектами постоянно или временно. Очень часто внутри объектов, особенно во всех современных объектных языках, но я имею в виду не си, плюс-плюс, где используется семантика ссылок, там реально внутри объекта не может содержаться объект. Внутри объекта содержится ссылка на другой объект. И мы получаем такие большие графы ссылок. К несчастью, в этих графах могут оказаться циклы. И тогда вот такой циклический связанной объекты не смогут быть удалены сборщикам мусора просто потому, что каждый из них поддерживает ссылку друг на друга, а это значит счетчики ссылок не нулевые. Ну, когда это может у вас не... Ну, представьте себе, мы моделируем такой подвид человека, пес, он как супруги. У нас есть подвид муж, подвид человека, пес, жена, ну и в каждом из них есть ссылка на своего супруга. Тогда получается, что внутри объекта муж хранится ссылка на объект жена, внутри объекта жена хранится ссылка на объект муж. и эти ссылки все время поддерживают, они не могут одновременно в раз исчезнуть. Даже если на объекты снаружи на эту пару никто не ссылается, то они внутри между собой крепко держат друг друга за руки, поэтому счетчики ссылок у них не нулевые. Проблема таких циклических ссылок это проблема как раз в том числе сборщиков мусора. Ну и наконец в обжеке все последнее время да, сборка мусора была реализована для программирования на десктопах, то есть под OS X, но не была реализована под операционной системой мобильных приложений. Почему? А это очень ресурсоемкая процедура, требующая много памяти и времени, ну а мобильные приложения на мобильных устройствах там памяти много, но не настолько много, как хотелось бы там такая роскошь, как сборка мусора слишком расточительная, поэтому когда некоторое время программисты пишущие серверные десктоп приложения наслаждались возможностью сборки мусора, не думать об удавлении объектов, то программисты мобильных приложений были по-прежнему вручную управлять этими объектами, но последнее время была создана новая технология автоматического подсчета ссылок, когда компилятор за программиста вставляет в код как раз вот те самые сообщения, которые программист ставил вручную, компилятор пытается догадаться и понять, окончилось ко времени жизни этого объекта, ему надо послать сообщение релиз или объекту, чтобы он еще не умер, и в некоторое время его пользоваться, надо послать сообщение ретейн, чтобы удержать его в памяти увеличив его счетчих ссылок. Эта работа теперь делает компилятор, то есть язык, но и тут программистам стало жить легче, это технологии реализованы под iOS, но проблему циклических ссылок никто никуда не убирал, и поэтому возникают уже другие проблемы, а как же сделать ссылки с одной стороны циклическими, если они нужны, но не такими удерживающими, поэтому есть сильные и слабые ссылки, но это целая своя технология, приходите, обжегте сильно другие вот такие языки с семантикой ссылок, со слышной семантикой, вы узнаете эти технологии. Кроме того, надо иметь в виду, что память может расходоваться языком, средствами языка, неудачно написанным кодом, потому что в ряде операций, такие как копирование объектов или другие операции могут порождать дополнительные временные объекты, которые требуют памяти, которые требуют времени их создания и удаления. Например, вот такой вот код на вид безобидный функция отыскивает по имени адрес сотрудника. Ее аргументом является список сотрудников, искомое имя, которое надо найти, ну а здесь классическое использование простое, что называется лобовое, но классическое использование контейнера стандартной библиотеки лист. Создается итератор объект для перебора значений, который перебирает от начала этой коллекции до ее конца, каждый раз продвигаясь к следующему объекту, до тех пор, пока либо не найдет искомое имя и тогда возвращает искомый адрес как значение этой функции, либо когда закончится коллекция возвращается пустая строка, что нет такого, как признак, что нет адреса, потому что не найден искомый сотрудник с искомым именем. Так вот в этом с виду невинном коде содержится, точнее так, при его исполнении возникает три места, где используются, возникают временные объекты, еще два скрытых места, где тоже создаются временные объекты, а создание временных объектов еще раз снижает производительность программы, потому что создание объекта не может происходить без вызова конструктора, уничтожения объекта не может происходить без вызова деструктора, ну а кроме того, это еще и требует дополнительной памяти для хранения этих временных объектов. В данном случае программист забыл, потерял, не понял, не учел, что в данном случае он использовал семантику передачи аргументов функций по значению, он использовал семантику значений, а в данном случае создаются копии, представляете, создаются копии целого списка сотрудников, а она большая и требует много времени и памяти, создаются копии имени, здесь создаются временные объекты, вот здесь при сравнении тоже создается временный объект, потому что сравнивается сотрудник и его имя, сотрудник не может быть равен имени, значит здесь должно происходить сравнение с созданием временного объекта, либо name из сотрудника, либо по имени name должен создаваться объект сотрудник для того, чтобы проверять их на равенство. Кроме того, здесь есть еще и скрытые временные объекты, ну программист новичок не учел, что вот эта вот функция члена списка создает временный объект, а у него она еще в цикле стоит, значит многократно создается временный объект типа end, тоже бесхозное расходование этого времени и памяти. Ну и типичная проблема, типичная ошибка, ну не ошибка, а не точность, которая приводит опять же к созданию и уничтожению временных объектов, это вот здесь использование постфиксного инкремента вместо префиксного, потому что постфиксный инкремент возвращает старое значение этого итератора до изменения. Ну, это временный объект, который не используется, он сознается, не используется, не устажается. Поэтому вот такие вот здесь неудачный код, который в холостую, в пустую расходует довольно много памяти и много времени, в принципе, все называется на ровном месте, поэтому программисты, которые знают, как исполняется его программный код, какая семантика, как работают объекты, и как они копируются, уничтожаются и так далее, который работает с кодом и с языком не как с черным ящим, а как с белым или серым, он в данном случае такой код писать не будет, он минимизирует здесь, если нельзя полностью исключить временные объекты. А что бывает, если у нас семантика ссылок? Ну, скопируется объект, мы знаем, что объект не копируется, не дублируется, копируется лишь ссылка. Тут могут возникать свои проблемы, когда накапливается много ссылок на объекты, сам объект уже, может быть, и не нужен, но какие-то скопированные на него ссылки еще пока живы, значит, этот объект насильно удержится в памяти, сборщик мусора его удалить не может, счетчик ссылок его удалить не может, автоматический подсчет ссылок его не удаляет, но это значит, что память занята, память исчерпана, и поэтому при попытке разместить в памяти новые объекты может получиться отказ, нету памяти, исключительной ситуации. Поэтому программист должен хорошо себе представлять семантику использования объектов, создание возникновения временных объектов, в целом ряде языков, в целом ряде библиотечного кода создаются временные объекты, и мы можем при не совсем корректном использовании этого кода либо получить большой или не очень большой, но проигрыш, либо минимизировать эти проблемы, если вы хорошо себе представляете, как работает наш код. Ну, это вот про управление памятью, но оно тесто связано еще там с некоторыми вопросами. Вот из одной из книг по C++ я вынес на экран вот такой вот код. Этот код специально автором этой книги описан очень развернуто для того, чтобы по названию методов самой функции можно было бы понять, что она делает и ответить на вопрос, который он здесь задает. А он спрашивает, а сколько разных путей выполнения кода может быть в этой функции из трех строчек? Сколько можно насчитать? те, кто вспоминает, что в языках C, C++ и ряде других языков вот такие логические цепочки выражений вычисляются ускоренно, не полностью, в зависимости того, истинно или ложно. Левая часть этого условия может здесь посчитать, что, например, этот код выполнился, а этот не выполнился. эта цепочка может выполниться, а может не выполниться и так далее. Сколько же здесь разных путей есть? Но если вы немножко подумаете, ну, можно сообразить, что будет как. Если это истина, то эта часть вычисляться не будет, потому что никак не влияет на истинность условия. Будет выполняться вот этот код и потом ретен. Если левая часть ложна, будет вычисляться правая часть. И в зависимости от того, если она истина, то будет выполняться вывод и ретен. Если она ложна, вывода не будет, ретен будет. Если здесь еще эти пути, вот Герб Шаттер, автор этого задачи, говорит так. Если вы насчитали три пути, вы программист среднего уровня. если вы насчитали от четырех до четырнадцати, вы специалист по обработке исключений. Если от пятнадцати до двадцати трех, вы гуру. Как вы видите, обработка исключений может поставить с неожиданностью в тупик. От чего же здесь и что происходит при исключениях. А кстати, что такое исключение? Это у нас сейчас фундаментальный механизм сообщений об ошибках в современных языках программирования. Ну, вот с такой семантикой все, наверное, с таким синтексом все знакомы. Трайблок или блок слежения за исключениями выполняется некоторый код, и если в процессе выясняется, что дальше работа не может быть продолжена, возбуждается исключительная ситуация, исключение определенного типа, ну, например, строка, строково-числовое, какого-то прерывается выполнение трайблока, зато начинает отыскиваться обработчик соответствующего типа сообщения для того, чтобы обработать возникшую ситуацию. Вот так вот по-простому выглядит и по-наивному выглядит обработка исключений. Во-первых, почему исключения есть в нынешних современных языках, и, скажем, их не было раньше. Нет обработки исключений в языке С, нет ее в Паскале, нет ее в более ранних языках. Почему? Что, тогда не было ошибок, были ошибки. А что, о них не сообщалось? Сообщалось. Каким образом? Кодом завершения функции или установкой глобальных переменных. Почему же отказались от этих методов в современных объектных языках и перешли вот в работе исключений? Ну, по нескольким причинам. Причина первая. Исключение невозможно проигнорировать в то время, как если функция не выполнила свою работу и вернула код завершения в виде кода ошибки, программисту, невозможно программисту использовать эту функцию заставить обязательно проверить этот код завершения после вызвания функции. Исключение проигнорировать невозможно. Программа просто не сможет продолжать работу дальше. А в чем состоит суть обработки исключений? Ну, либо исправить возникшую ситуацию, ненормальную, аномальную, либо хотя бы корректно завершить работу программы, если она не может быть дальше продолжена. Например, сохранив критически важные значения или свои данные, сохранив там протокол работы или что-то еще, чтобы можно было разобраться потом, а что же случилось, почему не выполнена работа. Ну, вот так вот использование исключений, как я сказал, выглядит с одной стороны тривиально, с другой стороны наивно, потому что когда начал разбираться в C++ с сообщениями о том, с исключениями и как с ними надо бороться, то выяснилось, что, во-первых, при разработке больших программ C++ настроен на это, программ крупнее, чем Hello World, вообще, так говоря, можно выделить три слоя программного обеспечения, пользовательский интерфейс, высокоуровневый, внутренняя промежуточная инфраструктура, логика программы, низковой уровень код, работающий с конкретными данными, структурами данных и так далее. И вот очень часто оказывается, что проблемы, невозможности продолжить работу дальше обнаруживаются на уровне низкоуровневого кода, а исправить здесь невозможно, то есть нельзя сразу написать try и тут же catch в этом месте. Почему? Потому что невозможно в этом месте логично исправить, а что случилось. ну представьте себе, здесь используя оконный веб-интерфейс, тач-интерфейс, пользователь из списка выбирает указательным устройством или пальцем указывает на файл, который надо открыть и обработать. Тогда на среднем уровне вот здесь этот файл находится, открывается, организуется цикл переработки его записей, ну а низкоуровневый код уже видимо обрабатывает каждую конкретную запись, исходя из ее структуры, значений и так далее. И вот если вдруг низкоуровневый код обнаруживает, что дальше продолжить нельзя, структура записи испорчена и обсчитать ее нельзя, что делать? Как исправить эту исключительную ситуацию? И кто ее может исправить? Низкоуровневый код исправить не может? Скорее всего, корректную обработку этой ситуации, ну по крайней мере скажут, хорошо, этот файл обрабатывать не будем, давайте возьмем другой, можно сделать только на уровне вот этом высоком уровне пользовательского интерфейса. И вот одна из задач, которую решает обработка исключений и в общем-то с трудом решает кода завершения и кода ошибок, это донести информацию о возникшем исключении до того уровня, до той части кода, который уже сможет адекватно пользуясь всей необходимой информацией, зная контекст, исправить, если это возможно, эту ситуацию. Поэтому все современные языки поддерживают обработку исключений, еще раз говорю, потому что нет ничего хуже, чем программа, которая работает неверно, с неверной логикой, с неверными действиями, которая может просто испортить, погубить множество данных. Исключение, возникшее исключение, не дает возможности программе продолжить эту такую некорректную работу. Ну а что такое обработать исключение. Вот когда все стали разбираться с этим, то выяснилось, вот Абрамс сформулировал три типа гарантии, которые могут даваться, будет ли обработка исключений безопасно. Базовая гарантия, когда возникший программный сбой, не позволяет продолжить программу, но по крайней мере не вызывает утечек ресурсов и оставляет объекты пригодными к дальнейшему использованию. То есть можно будет как-то с этими объектами попытаться дальше продолжить работу для того, чтобы, ну например, исправить эту ситуацию. Строгая гарантия, это построено понятие транзакций. Гарантируется, что если сбой произойдет, то по крайней мере состояние программы останется корректно, все объекты, которые существовали, они останутся в корректном состоянии, не будет никаких утечек, не будет никаких побочных эффектов. В случае исправления этого исключения будет создана видимость, что а мы не пытались ничего делать, ничего не портили, все как было, так и осталось все корректно. Ну и наконец гарантия отсутствия исключений обозначает, что невозможно, некоторый год не может, не будет, никогда не будет возбуждать исключения, либо потому, что он не содержит операции, которые могут возбудить исключения, либо может быть, потому, что он их сам обнаруживает и сам внутри обрабатывает, поэтому мы не должны заботиться о том, что вызывая некоторые функции, мы можем получить исключительную ситуацию. Ну вот, эти вот рассмотрения в C++ привели к следующим рекомендациям. Как же правильно обрабатывать исключения? Надо писать код, который обеспечит хотя бы базовую гарантию устойчивости. Как максимум, желательно писать код, который обеспечивает строгую гарантию. к сожалению, обычно не удается добиться полного отсутствия исключений, хотя некоторые части кода, особенно критически важные части кода, должны обеспечивать этот тип гарантии. Это удается, но, к сожалению, на весь код, потому что исключения присущи и даже некоторым конструкциям языка, не говоря уже о тех ситуациях, которые могут сложиться вокруг работающей программы. Но самое главное, что для себя надо понять, и это поняли все программисты, C++, эксперты и классики, что если вдруг вы написали программу, а потом решили сделать ее безопасной к исключениям, улучшить ее устойчивость и стали вставлять в ней трай и кэтиблоки, то ничего хорошего из этого не получится. Вам не удастся часто обеспечить даже базовую гарантию, тот самый минимум из которого сейчас код в общем-то неприлично писать. Дело в том, что для того, чтобы корректно обрабатывать исключения, обеспечивать достаточный уровень гарантии, это приходится, это отражается на самом проектировании классов. Приходится проектировать классы с учетом будущих оборот исключений, которые мы собираемся реализовать в нашей программе. таким образом обработки исключений никогда не бывает. Детали реализации взял, вот такие бантики навесил тру и кач, и все стало надежно работать. кровью и потом это зарабатывается путем соответствующего проектирования, а это как раз целая большая наука, большой раздел. Это может быть построен целый курс, посвященный вот этому, как правильно обрабатывать исключения, как строить надежный, устойчивый исключением код. Ну вот эти и многие другие вопросы вы можете узнать глубже и лучше на различных курсах по объектно-ориентированным языкам, потому что в каждом курсе эти вопросы все равно стоят боком, ребром, возникают, потому что ну таково свойство объектно-ориентированных систем. но вот перед вами ближайшие наши курсы те или другие C, C++, Objective, C, Java, Python, Delphi. Это все языки, в которых так или иначе рассматриваются эти вопросы, потому что это все языки объектные. Объектных языках. В том числе вот эти рассмотры нам с вами темы стоят ребром очень остро и с ними надо уметь бороться. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Есть ли у вас вопросы? Если нет вопросов, приглашаю вас на наши курсы. ну что ж. Просто значит вопросов нет, есть. Спасибо. Ну что ж, и вам спасибо на добром условии. Если понравилось, приходите, приходите. Будем учиться, разбираться с разными сложными вопросами. Кстати, у нас следите за рекламой, у меня будет еще пара вебинаров, но в течение вот этого года, если вам понравилось, тоже различным таким вот важным, интересным, с моей точки зрения, вопросам программирования посвящены, что называется, следите за рекламой. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова